Сегодня я задался такой задачей выяснить, какие же признаки у нас в мире, признаки фашизма. Поскольку многие сейчас интересуются вот этой дорогой, салогией, политикой, и делом так в войне, и папа римский заявляет об этом. И ситуация какая складывается, объединяются дверь и мчается. Вот уже папа римский с патриархом московским заключили союз. Заместитель патриарха и Путин посетили Карилия, древнюю христианскую церковь наших староверов, старобрядцев. А сцену, конечно, тоже привлечь их к этому всему единству. С другой стороны, даже Хрис Чарльз стал ходить в православный церковь на Марилию и ездит на гору Афон. Эти события, они заставляют задуматься, с какой целью против кого мы изменяемся. То есть были даже врагами. Папа римский все время поддерживали все нашествия на Россию. Вот для Гитлера и Муцеллии, Франку. И церковь ангеликанская она тоже отчинила всякие неприятности. В стране Советов участвовал в распаде социалистического лагеря, социализма. И сам социализм, как вот явление, прошел уже все на наших глазах. От Сталина, от Глубенина, не помню, от Сталина до вот последнего президента СССР Горбачева. И вот уже первый президент Российской Федерации, когда он разводился сам Союз, 16-я республика. И вплоть до того, чтобы образование вражды между соседними странами, напряженка между Украиной и Россией, между Белоруссией и Россией, между Молдавией и Россией, Осетией, Грузией и другие страны, достаточно напряженные отношения и другими странами, с окружающими. То есть друзей-то нету. Фактически друзей нету. Бросимся на Запад, там пинают. Все туда свезли, все обшоры мы туда наложили. Всего имущества, движимого, недвижимого, туда наложили на 18 триллионов долларов. То есть 80 триллионов долларов по некоторым следствиям. Ну, учитывая, что не только наличие этой деньги, но еще вот само недвижимость, заводы, фабрики, все производства. И сельхозубводия, земли все заложены туда, в обшор. А оттуда только у нас идет управление, внешнее управление. Ну, спускается, еще мы просим инвестиции какие-то, вот. У меня там в офшор триллиона, триллиона, где-то. А мы просим инвестиции, вот, зарубежного дня. Нужно народную работу, мы дадим соседних стран. Заинтересованных как-то, то есть еще приватизируем остатки общенародной собственности. Это тоже заставляет задуматься. И вот, и принц тоже, обращаясь опять к этой камне, центр полземли, там, где принц Чарльз недавно заявил, что Путин сравнен с Гитлером. Вот он дошел до такого, хотя у него вот этот бастан-то, этот принц-то, этот, Гарри, почти Каспаров. Он рыжий такой, он от охранника, не от Чарльза-то рожден-то. И он рядится уже в фашистскую форму, любит рядиться. Со свастикой на рукаве там, форму там СС. И он объявляет, вновь Путин, фашистку. Эту часть. Вот мы и хотим выяснить, вот, что ж, какие же признаки фашизма-то появляются. Ну, вот так, для себя-то, я так уяснил с точки зрения непрофессиональной точки зрения, как вот мы, студенты, учимся только этому вопросу, что основой всего экономической основы вот этого всего дела-то. Кризис. Кризис капитализма, кризис вот нового капитализма, вот это, просто реального общества. И этот всеобщий кризис заставляет искать какие-то выходы. И это уже повторяется второй раз в этой истории-то. И смотрите, как синхронно. Также на Западе, в Англии, зародился вот это, я здесь лекции читал, призрак коммунизма, какая была призрак коммунизма, мы рассматривали, как в Англии зародился союз за справедливых. Туда влились в Карл Маркс и Фредди Финги, и все они там выросли до манифеста коммунистической партии. По заданию опять же вот этой группы справедливых, они сделали эту работу. По объединению всех сил. Какой целью? Целью создания справедливого общества. Ну, такая вот, на основе чего? На основе только источников. Социализм французский, экономика английская и философия германская. Вот эти три источника представленной части. Плюс опыт вот этой революционной борьбы, бланкизм и так далее, и анархизм, и все такое прочее. Великой французской революции. И все это, какой цель это? Когда принцесса английская объяснила про это общество справедливую, что там будет делать вот эти вот шпионы тренецкие, Баркс и Эдликс. Ну, Эдликс был, как бы, основной парализован, и там ее папа имел ткацкое производство. Ага, это самый, вот, услышно, услышно, я не знаю. Сейчас поправлю. Ну, вот, такое дело. Но, когда член правительства, соответствующий, по разведке, он сказал, что ничего там особенного страшного нету, это все замышляется против России, против Австро-Венгрии, вот, против этих и Германской империи. Австро-Венгерской, Германской империи и Российской империи. Развалить эти три империи и развалить там христианство в России. Поскольку там уже все держится на ниточке. Ну, вот, и они поэтому там, в Англии, это свели гнездо. И вот этот вот социализм прошел все-таки через вот эту бланкистскую лазейку такую узкую. А благодаря гению вот Ленину он использовал момент. И еще вот этот вот Плеханов его научил. Он уроки Плеханова извлек. Хотя Плеханова-то не собирался таким путем бланкистским совершать переворот. Он через развитие экономики. А мирным путем он хотел социализм устроить. Но здесь вот получился бланкистский переворот. И дальше это на деньги все, конечно, то куны, лебы, шифы, Уолл-стрит и так далее. Вот на эти деньги все было совершено. Царя сверли. Деньги все ушли туда. В этот печатный станок, в Америку все ушло. В Канаду. То, что царь перевозил заранее туда. И вот эти все средства пропали. И Россия осталась нищей голой. Вот с Лениным зато во главе. И с идеей вот этой вот революционной фразой троцкистской. Армии троцкистской. Ну, в конце концов, другой курс Ленин выбрал в 1918 году. За что получил пулю сразу. За то, что он постремился так отвязаться от этого запада влияния и строить самостоятельный социализм. Вот. Он получил пулю. В ответ красный террор и так далее. И сразу же вот в 1919 году в ответ на вот этот красный террор в Европе зарождается национал-социалистический партия. То есть фашистские организации. Как противовес вот этому социализму. То есть только-только еще социализм не вылез из пеленок, а уже ему родили спарь до партнера на мировой арене. Это фашизм. Ну, в конце концов, потом столкнули их вместе на аренах второй уже мировой войны. Если в первой мировой войне все три империи воевали, как говорится, Австро-Венгрия, Германская и Российская империи друг друга крушили, выполняя планы Маркса, Энгельса, то во второй мировой войне кружили друг друга уже социализм и фашизм. Но поскольку фашизм-то еще был, как говорится, теоретически слабо он оформлен и практически у него был опыт не такой большой, как у великой, допустим, французской революции, как у социализма, как экономика, вот эта вот вся система социализма, она перевесила, перевесила и деньги давали, вот эти вот субсидии все давали Сталину на подъем экономики. Сталин успешно вот лавировал и построили фактически большую систему государств, социалистических государств. Нельзя сказать, что она была независимая от Запада, это совершенно нет. И там Хаммер у нас был друг, миллиардер известный и другие ребята. И вот пока они были живы, и Сталин был жив, вот этот социализм и существовал. В 1953 году энтузиаст такой Хрущев, он все это дело похерев, затоптав, как говорится, память Сталина, затоптав социализм, он рванул к коммунизму. За что китайские товарищи его одернули. Но он не послушался, за что и слетел скоростью, через 7 лет он слетел. В 1964 году. И дальше уже пошло загнивание этого социализма. Фактически его уже не стало, а стала власть номенклатуры, номенклатурной верхушки. Произошла поляризация по вертикали. То есть разрыв, хотя собственность в руках, собственность на производство в руках администрации и номенклатуры и партийной верхушки не было, но у них были эти пайки, они пайки все время увеличились. И социальные фонды потребления работали в основном на номенклатуру. Ну конечно давали и нам простым, там это вот путевочки хорошие, все, мы отдыхали. То есть социализм еще был, но уже поляризация шла по вертикали уже. И вплоть до того, что вот на запад, когда начали ездить, тут уже вообще пошел разрыв. Уже появились березки, уже появилась валюта, уже появились стиляги, пестрые галстуки и все такое прочее. Жас, рок, жвачка и дружба, фестивали, дружба народов. И вот эта все, вот эта штука, она превратилась в чему? К развалу при Горбачеве, развалу всей этой социалистической системы. Но при этом, смотрите, вот в 45-м году ведь говорят, вот мы победили фашизм. Ну а где мы победили фашизм, если Франко, товарищи, Франсиско Франко. Оно же было до 1975 года. Сам диктатор-то, Франко-то, в Испании. При испанском короле. Королев обеих Америк, как говорится. Сейчас он король обеих Америк. И Франко до 1975 года существовал благополучно. Вот. Ну так же, как и некоторые другие режимы, близкие к фашистскому режиму, были перевороты. И в Греции были перевороты, и во Франции были перевороты, и в других странах были перевороты. Пытались опять восстановить этот фашизм-то. То есть он опыт набирает этот фашизм. И сейчас мы должны просмотреть, вот где вот этот фашизм, в какой стране, какие признаки. Мы же все-таки стараемся быть научными работниками, нам надо определить научно. Вот есть этот факт, нет этого факта, или он предполагается только в развитии. Я считаю, поляризация общества, вот это явилось основой по вертикали. Она сейчас у нас огромная, вот эта поляризация общества. Я считаю, что это самый главный признак фашизма. То есть главный, да. След за ним идет, то есть даже первый идет спекуляция, а потом поляризация. Поскольку мы знаем, что все произошло со спекуляцией. Когда было произошло ограбление народа, в 1991-1992 году отняли сбережения у народа, и стали галлопирующей ценой, началась фактически спекуляция при выбрасывании продуктов хороших на свалку. Цены задирали на хлеб, на все продукты за счет того, что их просто выбрасывали, а остатки продавали по бешеным ценам. Вот тем самым изымая зачем-то деньги у населения. Ну если бы для пользы дела, ну а это было именно для того, чтобы на эти деньги захватить средства производства. И вот второй этап после спекуляции идет захват средств производства. Олигарх. Уже складывается класс олигархов при административной поддержке, при политической и административной поддержке, и социальной. То есть лелеется, вот он как ребенок этот класс, все ему прощается до сих пор, все эти согрешения, и даже вот за экономические преступления сейчас никто не сажает. Вот дома посидят они немножко, брюлики на себе покатают, и отдохнут там у телевизора, у компьютера, а потом выходят, и как ни в чем не бывало. Вот это лелеется так власть и коррупция. Ну насчет коррупции у нас, как говорится, хватает этого доброта, да? Вот это тоже считается признаком. Ну мы посмотрим, как вот советская наука, она, как эти признаки рассматривала советская наука. 40 лет тому назад примерно. Вот фашизм, что такое фашизм? Это связка, объединение. Фактически это объединение, как говорится, организованная преступная тесно спаянная группировка. Преступная группировка. Возник в капиталистических странах, в период общего кризиса капитализма, в интересах реакционной буржуазии. Фашизм и власти это террор, террористическая диктатура с целью сохранения капиталистического строя. Когда уже социализм-то начал поднимать, поджимать, и права рабочих увеличиваются, и они вынуждены были свою, это вот, рабочий класс тоже давать какие-то поблажки, сокращать рабочий день, увеличивать зарплаты. То есть, более по-человечески, и медицину, и здравоохранение, и образование давать этому рабочему классу. Но вот это все под влиянием социализма, делал капитализм. Ну, это со скрипом, конечно, потому что это требует расходов, а зачем это надо? Вот, ну вот, чтобы этого не делать, вот этих расходов не делать, фашизм появляется. Какие черты фашизма видели наши вот ученые 40 лет назад? Крайние меры насилия для подавления рабочего класса и трудящихся. У нас уже, когда поляризация социализма была, расстреливая рабочих, вышедших, требует мяса. Как в кино, так говорят, тиграм не докладывают мяса. Но это было пародией на вот этот, а фактически было кровавое месиво там из рабочих сделано войсками. Расстреливали их там, сколько положили, неизвестно. Ну, и также расстрелы были и в Грузии, и в других соцреспубликах. И это уже социализм загибался, и поляризация проходила по вертикали. И дефицит создавался, условия дефицита, условия спекуляции, условия номенклатуры, распределителей, они возрастали. И вот это вот характерно тоже для фашизма. То есть социализм плавно перерастал в свой противоположный фашизм. А в Испании наоборот, ведь там уже все наоборот происходило. Там фашизм Франко стал такой он харизматический, что этот Франко его так любил народ, и до сих пор он на мавзолею у них лежит. Ну вот, в отличие от Гитлера в Германии. Таким уже крайние меры насилия над рабочим классом. Если рабочий класс выступил, значит его под корень режут, по крайней мере убивают верхушку защитников. Так, антикоммунизм воинствующий. Антикоммунизм. Ну, у нас этого не было при социализме, а в других странах, пожалуйста, было. И в Америке расстреливали тоже уже недавно совсем за коммунистические. Сколько было этих с коммунистическим Китаем, сколько воин было, то есть в Вьетнамом и в других странах. Лаос-Кабоджа там коммунистов, а в Индонезии коммунистов сколько положили. Вот это воинствующий, да, шовинизм, расизм еще вот тоже признак. То есть вот выбирается раса какая-то как при фашистской. И вот то, что в предыдущей лекции я говорил, когда мы говорили о Путине, Макроне и о ней этой русской там или киевской, как ее называют сейчас. Вот в этой лекции мы говорили, что эксплуатируется название какого-то народа, ну вот Арии, как фашисты, вот Арии. Мы потомки Ариев. Ну какие они потомки Ариев, они все сплошь евреи были. Гитлер, Геббельс, Гиммлер, Борман, это все сплошь евреи были-то. Вот, и говорят, вот Холокост, это значит немцы устраивали Холокост. Да нет, это по протоколам северских мудрецов они зачищали свой ненужный биоматериал, потому что они только оставляли этих евреев. Ну, Эйнштейна они же оставили, и всех хороших, которые не считали евреев, соответствующих вот этим протоколам северских, они на самолетах вывозили этот же Борман, и этот Шиндлер, и все эти все вывозили их массами этих нужных евреев-то. А тех, которые подлежали ликвидации по самим же протоколам северских мудрецов, потому что там было написано, что вначале будут евреи наказаны, которые отступили от закона. Ну, так же в Библии написано, значит, если что-то хорошее, то сначала еврея, потом эллину, а что если плохое, то тоже сначала еврея, потом эллину, то есть, если провинились оба, допустим, еврея и эллина, значит, спрашивают сначала с еврея, потом уже с эллина, в газовую камеру эллина ведут. А сначала вот еврея провинившегося, и вот такого, какого-то перед законом довольно-таки строгим, вот это, в который изложен в Талмуде и в протоколах северских мудрецов. Таким образом, вот эксплуатация этого арии, а арии-то ни к чему, они тут арийцы эти ни при чем. И были ли эти арийцы, не были. Так же вот как слова русские сейчас эксплуатируются, это тот же самый фашизм. Вот уцепились, вот мы русские, какие-то русские. Да где там русские, там клейма некуда ставить, кругом. Германцы, да и это, угрофины, угрофинские времена, и южная там третья, четвертая группа крови. Вторая, третья, четвертая. А первая-то группа-то? У кого первая группа крови-то? Вот это русские потомки, да. Она сейчас в меньшинстве находится. Она и в Европе в меньшинстве, и тут она в меньшинстве. А вот мы все вот русские там уже, все эти там, ну кто только там, это нету. И все они русские. Русские они. Ну, русские. Ну, ладно. Ну, это признак тоже. Государственный монополизм, госмонополизм регулирует экономику. То есть, государственная монополия, она простирается вот в эти корпорации, и она там, значит, регулирует все. Ну, это уже видно по рынку. На рынке-то бывали, смотришь, цены-то одни и те же в разных магазинах там. Что тебе там Дикси, что тебе там Атак, что Ашан, что этот самый Лента, все эти супермару, все цены одинаковые. Пойдешь и везде. Ну, если разница, то там на 50 копеек, там на 2 рубля, ну вот пенсионеры, гоняемся там, на 2 рубля, там дешевле, поехали в Ленту, там скидка. Вот таким образом. А так вот госмонополия, вот, сдерживание вот этих вот контролируемых имиджа взлелейных олигархов. Максимальный контроль общества над личностью и жизнью граждан. Ну, так и так у нас и есть. Там, если там в интернете какой-то там заковыку поставил где-то человек, его сразу к суду привлекают. Он заковыку же там поставил. Или там сказал что-то, он какой-то там завальный там сказал про какого-то провального, не такое слово. Его уже все к суду. Все. Ох ты, этот самый, ты нехорошее слово там на меня. И все, и так далее. Все в суд. Вот это контроль. А контроль это прослушка, проглядка, там это все. И все это за всеми людьми, конечно, которые занимают какой-то пост. Есть вплоть до того, что за журналюгами этих плохо себя ведут. Их прямо в подъезде отстреливают. Вот этих, или комментаторов там телевизионных. Все. Вот это полный массовый контроль. Но в то же время контроля нету среди тех людей, которые в теме. Вот они в теме и все. Их уже они не подлежат. Они свои. Они свои пусть работают. Разветвленная сеть связей со значительной частью фанатов фашизма. Вот этими, я называю их эти байкеры, суда байкеры. Вот это вот основа уже. Это начинается что-то. Под видом ложного патриотизма. Способность через демагогию и пропаганду мобилизовать значительная часть фанатов и средних слоев населения. Сейчас вот демагогия какая. Вот мы 15-го опять послушаем эту демагогию. Оторванную от этих магазинов, от рынка, от всего. От зарплаты, от пенсии. Оторванную демагогию мы послушаем. От реальной жизни. Она будет очень красивой, убедительной. Мы пойдем все голосовать за эту демагогию. Это зомбировка. Так же был Гитлер. Он все время замыкался на массу. Не было дня, чтобы он не выступал по радио. Там был определенный час. Он просто выступал в своей речи. Он такой оратор был прекрасный. На все вопросы отвечал, все знал. И книгу написал Майнкапф, еще которую до сих пор изучают. Настольные книги у многих европейских политиков. Дальше какие признаки. Вот наши ученые. Это не я замечаю. Наши ученые 40 лет назад при советской власти. Внешняя политика, политика захватов. То есть нам надо захватить. Если у нас что-то не хватает, мы должны захватить. Захватить источники сырья, рынки сбыта, теплые места, захватить трафик, дороги хорошие, коммуникации. Просто население какое-нибудь полезное, где овощи выращивают и так далее. Или все квадратные километры захватить. Вот это вот признак тоже. Часто во главе фашиста становится военный. Тогда называется военно-фашистский режим. Ну вот как Франко. Стресснер там или там еще какие-то были. Идеология фашиста. Да, вот самое главное идеология. Для того, чтобы людей там мобилизовать, нужно им впендрючить какую-то в голову, заложить матрицу идеологическую, какое-то мировоззрение, парадигму вставить им. И тогда можно ими манипулировать, орудуя, как зомби. Они уже идут на митинг, орут, как на стадионе, когда кто-то забьет гол туда, куда надо. И вот эта вот идеология, она на чем основана? Ну я приведу, просто здесь посмотрите, есть эти все люди. Вот Дегамбина был такой. Потом Делла Пужа. Потом Хачемберлен. Все вот эти Ницше, Шпенглер. И вот эта философия вся, она вот эта основана, а они на чем основывались. На российском принципе, на принципе антисемитизма. Заряжен был с молодых лет Гитлер на антисемитизме. Почему? Потому что что-то у него там не получалось с этими, и с образованием там поведение у него было плохое. Учителя, может быть, ему купались из евреев, он их не залюбил. По поведению ставили ему... у него по рисованию было, по физкультуре. Он только физкультурой занимался и рисованием. Рисовал прекрасно. Картины продавались потом у него задорого. И посредник продавал, и сам он продавал, и даже отказался от пособий, как сирота. Они с сестрой получали пособие, и он отказался от пособий в пользу сестры. Потому что у него вот навар от картин был хороший. Вот таким образом, вот эта вся философия антисемитизма, или наоборот, вот философия сионизма, это тоже. Это вторая сторона той же самой медали. Те же люди орудует, те же банки финансируют, тоже система вся та же орудуется. Но только разыгрывается вот эта схема словесная, в Польше уже сионизм. Вот сионы, это евреи, богоизбранный народ, а в антисемитизме там арии, мы пан-германцы, там пан-славяне. Славяны, пан-славяне, вот сейчас на Украине, пожалуйста. Польша, Украина, пан-славяне. А там мы Великой Армении, там есть тоже силы, которые мы Великой Армении. А другие мы Великой Турции, Османский Каганат вот этот, или как он, Османская империя там. И везде такое находится, везде есть, можно основу эту, демагогию эту ставить. Это тоже основа. Геополитика. Вот видите, чем мы сейчас в основном-то озабочены, мы геополитикой заняты. Вот пан-германизм, у нас не пан-славянизм там, пан-еврейство и так далее. Это геополитика. И сейчас пан-китаизм, пан-японизм, пан-сошанизм, пан-англия тоже. Там и Франция, особенно Франция, второй Наполеон пришел. Стали замашки у него, кстати, сталинские, у этого Макарона-то пришел во Францию-то. Ну, я, кстати, и говорил, что он придет, должен прийти-то. Это было в лекциях. Макрон или Пен, кем-ю. Как говорится, кто лучше. Вот такие вот, какие же там идеи. Вот это мы и рассказывали идеи. Классовая гармония. Ну, под видом все классовой гармонии. И, кстати говоря, вот эта вот идея идеального человека, вот по экстерьеру даже. Светлый блондин с глубокими глазами должен быть, да? И так далее. И вот остальные все отсеиваются, инвалиды отсеиваются там. Все больные, социальные. Это все нас не интересует. Настолько здоровые люди интересуют, чтобы на социалку тратиться не надо. А то у нас вот тоже тут одна труба, и нам надо разделить между собой. А тут еще какие-то лишние там пенсионеры остались. От советской власти какой-то довесок. Еще их там корми. Обойдутся. Всевластие, госмашины. Тотальное государство. Ну, ну, да, уже. Тем более компьютеры сейчас это все тотально стало. Идеи. Все заложены вот этой идеологической платформой. Она хорошо, что касается фашизма, она изложена все в одной книге. Майн кампф. В 1925 году, вот, Адольф Алоизович, он написал эту книгу, которая сейчас запрещена в продаже у нас. Но на Западе и в интернете ее можно найти. Для тех, кто занимается. Сущность, вот, черта идеологии фашизма, основная черта идеологии, это демагогия. Крикливая демагогия. Как Жириновская демагогия. Она крикливая. И вот там в доме-то не один, он такой. Вот эти крикливые демагогии с маскировкой истинного содержания. То есть он демагогией этой занимается, а голосует по-другому. Вот это и есть вот уже признак фашизма. Спекуляции с использованием идей социализма, популизма, популяризации, популярной в массах. Чем занимаются сейчас такие компрадорские коммунисты, вот эти зюганов. Они все говорят правильно, там, для того, чтобы вот масса-то, все это. Но они ничего не делают. Уже опыт, сколько там, 27 лет прошло, как они балаболят одно и то же. Но ничего еще они не сделали конкретно. Ни одного дела, кроме как сбор взносов. Вот он и называется король членских взносов. Они Зюганов и Жириновский, два короля членских взносов. И какие же были организации фашистские, вот, чтобы напомнить нам. Ну, первая, конечно, была в Италии. Именно в 19-м году она началась. Я говорю в противовес мировой социалистической революции, лозунг, который кинули Троцкий с Лениным. В виде чего она? В виде дружин. Бывшие дружины фронтовиков. Дружины бывших фронтовиков Первой мировой войны. В 1922 году Муссолини, лидер этих фашистов итальянских, он организовал инсценировку военного похода на Рим. Ну, как вот у нас сейчас вот походы дальнобойщиков на Москву пытаются. Походы и этих вот на Москву и так далее, и так далее. Вот типа такого. Ну, просто это вооруженно было. Инсценировка такая. А в 30-х годах в Италии уже было завершено создание корпоративного государства. Видите, корпоративный. У нас сейчас корпоративное государство. У нас нет ни демократии, ни народовласти, ничего. У нас есть корпорация, никакой власти, думы, нету, ничего. Она была расстреляна в 93-м году, в октябре. 3-го октября 93-го года. Дума была Ельциным расстреляна. И совершен фактически военный переворот, в результате которого вот истинные остатки уже социализма были потоплены в крови. Неизвестно, сколько там погибло. Ну, это я все наблюдал. Я через несколько дней уже был в Белом доме, там занимались разборкой этих завалов. Крововые шинели, там эти все. Все это я наблюдал. Вживую. Вот он был, это был переворот, фактически фашистский переворот. Ельцин. Это уже фашист. Он потоптал силой военным путем, потоптал силой народную власть. А что народная власть? Это и были советы. Вся власть советом. Все он, советскую власть, военным переворотом похерил. Это фашистский переворот. Незаконный. Узурпация власти. Произошла узурпация власти. Одним вот этим человеком и кучкой вот этой семьи бояр, семи банкерщины. Кучкой тоже вот по национальному признаку сформированных людей, паневреями, как говорится, да? Вот. И это был социализм похерен. А вот в 1935 году что было? В Италии начали войну, начала войну она в Эфиопии. Италия и Эфиопию захватила. В 1936 году она. Вот сразу в теплые края. Потом ввязалась в интервенцию в Испании. Там была трехлетняя война с 1936 по 1939 годы, где был в результате посажен Франко. Самый долгожитель из фашистских режимов. Он до 1975 года царствовал. С 1939 до 1975 года. Дальше захват Албании в 1939 году. И в 1940 году Дуччин опал на Грецию. И объявил войну Франции, вступив во Вторую мировую войну. С 1939 по 1945 год война была. И крушение Италии было в 1943 году. А уже в 1945 году его вместе с подружкой, с его любовницей поймали. Этого Муссолини. И, соответственно, казнили его. Их расстреляли. Её не хотели расстрелить его любовницу. Но она была до того ему верной, что она в него вцепилась. И вынуждены были их обоих расстрелять и повесить вверх ногами. Вот. Хотя она такой из аристократической семьи была. Это вот любовница. Что касается Германии. Там тоже национал-социализм возник в 1919 году. Почему мы прилепились к этому слову социализм? Ну, плюс национал. И получилось, какой-то гибрид вроде для народа подходит. Народ, конечно, был затурканный там в Германии. Очень сильно превалировали там вот эти спекулянты. Спекуляция, она создаёт базу. Местечковые спекуляции создают базу для вот этого фашизма. Неравномерное распределение. Германские женщины очень много рожали, очень много болели, много теряли детей. И у Гитлера у самого там в семье было тоже много детей. Остались они вдвоём с сестрой. Он-то прожил 56 лет его, когда он самоубийством покончил. А сестра 64 года. Прожила до 60-го года. Её не трогали, потому что она там многих спасала от расстрелов. Была домохозяйкой у Гитлера. Вместо второй сестры сводной. Кстати, Ангелины, Анжелы. Ангела. Ангела. И вот Ангела-то она, вот Меркель-то она возникла. Видите? Муж-то из спермы Гитлера. Вот что он сделал, этот фюрер-то, Гитлер-то. Стал главой правительства в 1933 году. Будучи ефрейтором, он очень хорошо воевал. Он столько крестов там на него навешали в Первую мировую войну. Он отличился, несколько раз был ранен бедро там, в глаз и так далее. Весь обвешан он. Ну, только вот звание ефрейтора, он и так и закончил жизнь ефрейтором, руководя Третьим рейхом. То есть, Третьим рейхом командовал ефрейтор. Он себе звание не повышал сам. То есть, дегенералиссимус себя не протаскивал. И не принимал это. Так, вот что они устроили для того, чтобы, вот, значит, как там устроили вот левые социалисты в России. Это они, чтобы устроить вот эту возню внутреннюю, гражданскую войну разжечь, они выстрелили в Ленина. И тем самым они подожгли вот пожар этой гражданской войны. А здесь поджог Рейхстага получился. Подожгли Рейхстаг, свалили на это все, на коммунистов. Вандерлюбы какого-то его признали коммунистом. И прошел процесс в 1933 году против Коммунистической партии. И в результате кроволый террор против всех компартий, соцпартий и всех даже буржуазных партий. И даже своих вот этих, которые его к власти приводили, Гитлер, он порешил этого рема. А за что? За то, что он был пидорастом. А Гитлер пидорастов не любил. Вот таким образом. И рема вместе с его подчиненными он все скосил. И стал рейхсканцером. И какие действия он произвел, когда стал рейхсканцером, появились новые силовые структуры. Ну, назывались они не национальные гвардии. Нет, они назывались вот СА, СС, Гестапо, народные трибуналы и другие. Созданы были Национал-социалистическая партия, Женский союз и многие организации Юноша, Гитлер, Югент и другие организации. Ну, профсоюзы, конечно, были все это ликвидированы. В 1936-1939 война в Испании. Ну, там, естественно, все тренировались на Испании. Готовились уже к Второй мировой войне. Вот как вот в Сирии сейчас. Там же тоже тренировка пока. Вот разминка. То есть Сирия, Афганистан. Кстати говоря, вот погода-то вот сольбом-то взорвали. Скорость сразу натянула. Сфера-то земли-то. Эта сфера. Вот ты такой заряд взорвал. И все потоки воздуха к этому заряду устремляются. Со всех концов света. Поскольку взорвало-то оно южнее. Поэтому северный ветер, наверное, мы все время тянем. Северный ветер. А взрывы там постоянно. Это было и во Вторую мировую войну. После артподготовки сразу шли огромные дожди. Там заливалось все. И солдаты все чавкали там этими сапогами пожиже. Также и здесь. Вот устойчивый. Вот такой. Плюс поливает все время этим йодистым серебром. Или там еще чем-то. А жидким азотом поливает облака. Всегда к Первому маю. Кстати, Сталин парад не делал за девятые. Он не делал парады. Считал, что это за парады такие. Чего праздновать-то? А здесь именно вот это выпячивается дело. Как бы примазаться вот это к чужой победе. Наоборот, это поднимается с целью пропаганды. Вот какие мы хорошие, мы узкие. Мы вот победили. Все, которые были в закратных отрядах, там это все. Портреты выносят вплоть до Николая Второго. Кого только не выносят. Дальше вот после войны в Испании сразу началась... В 1938-м маншлюз Австрии Гиктор произвел. Захватчик Словакии 1938-1939. И триумфальное шествие по Европе напал на Польшу. Францию захватил быстренько. Между Первой и Второй войнами фашистские режимы были установлены также еще в Венгрии, в Австрии, в Польше, в Румынии, в Прибалтийских странах, в Испании, в Португалии. Вот таким образом, это и краткая история такая фашизма и признаки его. После Второй мировой войны в Испании Франко правил 40 лет. Военные фашистские перевороты были. В 1967-м году в Греции, в 1973-м в Чили, в 1954-м в Парагвае, в Португалии был до 1974-го года фашизм. Только свергнут. А в Греции тоже в 1974-м был переворот. Ну и дальше началось это все, это опять по новой. Доктрина Черчилля, Гарвардский проект. И вот это вот мы подошли уже к современному этапу. А современный этап, я говорю, он начал с какой констатации? С констатации Папы Римского, что война вторая началась, вот Сирия это разминка, а вторая, то есть третья мировая уже началась, а это Сирия это только разминка. И сейчас интересно, вот это я рассказывал, как советские ученые относились к признакам фашизма, перечислил, как они формулировали эти признаки фашизма. Теперь рассмотрим современные, вот буквально недавно, я здесь сошлюсь, вышли материалы по Лоуренс Бритт, такой исследователь английский, британский исследователь. Вот он выявил 13 признаков фашизма, основных признаков фашизма. Вот мы сейчас их рассмотрим. Первое, это сильный и перманентный национализм. Ну, под видом патриотизма, это национализм, вот там обижают русских, там и так далее, это все актуристы, демагоги и жириновские, вот открикливые идеологи. Ну, это также относится и там тоже самое, национализм открикливый-то. Он же есть сейчас везде, особенно в США. Не любовь, да, вот фраза, вот что это относится, национализм, в чем он проявляется. Фразы, такие символы, слоганы идут, песни, патриотического содержания, артистического набора. И мелькание, все время мелькание флага, герба, где надо, не надо, и даже уже в садовых товариществах, на домиках, на этих вот, на маленьких деревянных уже смотришь, идет этот флаг, трехцветный флаг висит везде уже в флаге. А также в США тоже в США, тоже самое в США. Дальше, и вот эти байкеры едут, флаги, там машины едут с флажочками такими, вот. Это первый, он считает, признак. Нелюбовь к правам человека. Ну, какие там права-то человека. Бутылку шампанского в задницу ему, все, что ему там права какие-то нужны. Дальше. Фашистское государство постоянно окружено врагами. Мы окружены врагами. Окружены. У нас кругом враги. Вот и Китай-то, и то вот дружим, да и то смотрим, как говорится, косаря на него. Поэтому убеждают, что надо, как говорится, закрутить гайку. Мало ли чего. А то у нас еще внутренние там будут события. Тут у нас вот, мы киваем вот. У нас есть такие профессора МГУ, типа. Вот я забыл его фамилию-то. Мусин. Мусин. Пушкин. Этот Мусин без Пушкина. Он что делает-то? Он стращался. Фактически он провоцировал принять участие нас в Сирии. Мы же туда вначале не лезли. Но вот эти Пушкины начали раскачивать эту лодку. Вот. Сейчас они грозят. Сейчас после этого мужахеды эти все, после Сирии, вот Сирии они захватят, они рванут сразу сюда к нам на юг. И начнется тут вообще полоскание и все такое. И давайте туда, 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 туда. Там это все и отвлекуха такая была. И в конце концов все же. А это и надо было. Америке-то и надо было, чтобы мы туда втянулись в эту войну-то. Так же нас тянули в Афган в 79-м году. По такой же схеме. А вот там уже хеды, они потом на южные наши республики перейдут и так далее. Начнут и давайте там их задаем, выкнем в собственном гнезде. Схема та же. Она называется, как она? Петля Рейгана. Вот попал в это. Кто там попал-то у нас? Брежнев в эту петлю. С Устиновым. И сейчас вот это Мусина и пихнули в эту петлю. И Путин. Вот он сейчас расхлебывается. И при этом еще Украина там и все такие. Ну, в общем, кругом враги. Дальше. Постоянно окружены врагами. Мы даже и сейчас вот мы должны все это увеличивать. Вот это силовые структуры. Наряды милиции идут с флашными рядами. Маленький городок, а там милиции больше, чем жители их городка. Вот. И они ходят днем, а ночью они не ходят. Ночью они спят. Не занимаются. В связи с опасностью. Народ приучают терпеть пытки. Требования высших. И требуется более-больше высшие сроки заключения для простого народа. Ну, вот для своих они, наоборот, их отмазывают. Как вот у Усманова этого. Все кинули защищать. Вся СМИ Тимченко. Она же вся СМИ-то. Тимченко одному принадлежит, другу Путину. И вот эти вот СМИ как кинулись на этого завального. Прав он, не прав. Но все равно где-то там документы есть, они представляют документы. Но Усманов не виноват. Заведомо уже заранее там не рассматривали никаких документов. Не вещдоков, как говорится, в виде фотосъемков дач. Вот такие дела. То есть и терпеть предлагается терпеть это все. Вот ни за что попал этот, кто у нас там военный-то вот этот, из ГРУ ГШ, ГРУ ГШ, бывший полковник Квачков. Сидит сколько он там, Мухина. Ни за что взяли прямо на пляже. Сидит. Вот и длительные сроки влепили и все. А какие-то обвинения. Никаких обвинений нету фактически. Ну вот права человека, вот никакие тут права человека. Но это я про нас, а там-то еще хуже. Вот наш этот Бут сидит-то тоже. По сфабрикованным обвинениям его вообще пожизненные дали. То есть кругом вот эта система-то, она вся. Почему объединение начало с чего? Почему объединяется? Общая идеология создается. Как вот Гитлер Майкав писал, это же была общая идеология этого всего хозяйства. А здесь она церковная создается, духовная, как Катасонов говорит. В основе, говорит, духу должен быть. И вот оно вот сейчас вот создаётся через объединение церквей. Но оно только на словах будет. В виде демагогии вот эти будет. Ну я про это еще скажу. Дальше. Третий, вот он говорит, это не я все говорю. Это вот эти оценки, это все не я даю. Это Лоуренс Бритт, англичанин. Поиск врагов и козлов отпущения, как общее дело. Народ заражают такой вот патриотической лихорадкой. Начинают эти байки расновать, поддерживать всех за права этого, демонстрации, память этих фронтовиков выставлять. Это вот такая лихорадка патриотическая разжигается. И, значит, рисует область, образ врага, меньшинств, либералов. Ну вот против этих меньшинств всяких и против... Ну против либералов-то нет, мы же сами либералы. Против коммунистов, да, социалистов и против простого народа, вот этих, которые против Платона-то выступают. Против них тоже надо выступать. Их сразу же всех. А вот как эта демонстрация этих маленьких там детей лупила. Вот тут недавно на какой-то демонстрации школьники какие-то вышли, они их это в кутузку и всё такое прочее. А там в кутузке ещё применяли к ним меры воздействия. Вот это поиск врагов, козлов отпущения. Милитаризм. Милитаристский дискурс. Огромные расходы на вооружение, значительно превышающие расходы на социалку и вообще на производство, на развитие производства в мирных целях. Всё это дело очень мало. И в основном военные расходы, вся страна работает на вот эти крылатые ракеты, на взрывы, вот эти супербомбы, там от всех бомб и так далее. Это повсеместно. И в Америке, и в Англии, и везде, в Китае особенно. И везде это, а в Северной Корее, и в Южной Корее, ну, повсюду ведётся гонка вооружений. Даже Япония включилась, вот эти страны, и Германия включилась. Хотя, поэтому она не имеет права развивать свои вооружения. По договору 45-го года. Пятое. Безудержной сексизм. Ну, вообще, это разжигание вот этого вот... Ну, сексизм поднимается, что? То, что в правительстве там одни мужики сидят во власти. Ну, сейчас стали вот у нас пускать. Вот у нас там появились христианка там. Это голодец, молодец. И несколько ещё их появилось там для видимости. Ну, и в Англии тоже есть вот Тереза Мэн, она вообще руководитель там хозяйством. Там этого нету, значит, в Англии. А в Америке есть, там женщины, они отсутствуют в правительстве. Там сексизм. Ну, вот, не только этот вот сексизм, а для того, чтобы сдержать население, разжигание вот этих низменных страстей сексуальных, я ещё сюда добавлю, к этому, к англичанину, своё наблюдение, как вот посредством массовой рекламы, телевизор, СМИ, вот эти газеты, всё. Ой, это секс, так полезно. Если человек не занимается сексом, даже в старом возрасте у него простатит, мутит и так далее, его мутит. То есть развивается, вот давайте, ребята, вот секс там укрепляет сердечную мышцу, там то да сё, простатит, железо. Это вот такая реклама. И принимайте лекарства. И у вас будет, как говорится, будет всё, как говорится, хорошо. И дальше, значит, Адюльтер. Ну, что такое Адюльтер? Там FM, голос-то, это-то, радио-ФМ-то. И оно говорит, значит, что такое Адюльтер. Ну, это, по-старому, говорит, это измена, а по-современному, это Адюльтер. Если что-то, вы, говорит, делаете плохо, то надо делать это красиво. То есть пропаганда вот этого всего аморального образа жизни. Ну, косвенная пропаганда там этого, пьянства, наркотиков, это косвенно всё ведётся. А там-то, там син, там даже наркотики разрешили, в Голландии, там, в Дании, или где-то там, во многих странах уже разрешили лёгкие наркотики, марихуану, в частности. Продают в аптеках. Ну, может быть, с одной стороны, это борьба с наркомафией, и государство принимает участие само в доходах в этих. И сейчас вот ещё подсчитывают, может, бухгалтераты наши тоже, американские тоже начали подсчитали, тоже хотят вводить уже. В некоторых штатах ввели наркотики. И у нас сейчас подсчитывают, что выгоднее. Или продавать их из-под полы, там, на Лубянке, полковники продают, говорят. И, значит, или в открытой продаже, где больше будет гешефт. Вот это они решают вопрос. Пока гешефт, там подпольный выше, поэтому у нас не вводится. Это посчитали, видать, так не... В аптеке чует марихуану, там будет она копейки. Стоите, эта трава, она растёт везде. А тут же её можно уже продать за бешеные деньги. Это же марихуана. Вот такой каменный. Ну, людей там никто... Что там вот думает о людях? То есть, в Кремле не для этого. В Кремле распинали людей перед стеной-то. Там отрубали голову стрельцам. Что там говорить? Кто там о людях когда думал? Вот шестое. Контроль за СМИ. Это контроль за СМИ. Ну, нелояльных журналистов убивают. Я, правда, не видел, как их убивают, но слышал, что у нас убивают журналистов. И там тоже, за рубежом тоже. Их убивают. Вот в таких странах, как в мусульманских, в турецких странах и даже в западных странах. Вот это Шарли и БДО, там и всякое ДОДО, и их убивают. Дальше. А, контроль-то да. Ну, как без контроля? Оно же все СМИ. Вот посмотришь, даже Американ Онлайн. Вот здесь есть такой сайт Американ Онлайн. Доккам. Вот, заходишь в него. Ну, там Билиберда та же, что Билиберда, то что у нас вот у Билиберда. По Яндексу. Те же самые новости практически, что там, что там. Только там командует, допустим, один дядя Сэм, а тут дядя Тимченко командует. Друг по кооперативу Озера нашего многоуважаемого президента. То есть это все должно быть под контроль, ведь СМИ-то это. Еще же ведь Керенский говорил. Если бы, говорит, я мог выступать по радио, было бы развито радио и телевидение, он же дожил уже до телевидения, в 70-м году помер. Керенский-то. Временное правительство в России. И он говорил, если бы я мог выступать по радио телевидения, меня бы никто, говорит, не сбросил вообще с власти. Я так выступаю хорошо. Ну, и Гитлер так выступал. У Гитлера уже было радио. И Франко тоже было радио, его никто не скинул. Ну, мы сейчас их посмотрим. Это троица Франко, Гитлера и Муссолини. Мы их сравним по теореме Пифагора по нашей. Вот. Очень интересно. Дальше. Седьмое. Одержимость идей национальный безопасность. О, это страшное дело. Страх перед внешним врагом. Это у нас уже паранойя насчет этого. Каждую пятницу это паранойя. Собирается комитет в главе с президентом только по вопросу национальной безопасности. Все. Один вопрос. Повестки дня, каждая пятница. Перед баней. Или после бани. Теперь. Смешение различий. А, вот. Да, 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 да. Смешение религии и правительства. Религиозная ритолика власти как говорится мощи стояния в храмах на телевидении все это в роликах и так далее вот эти мощи возят тоже может причина холодов и значит возят все демонстративно к ним прикладывают там они может быть кто их проверял не человечество мощи или там может от каждой кусок ведь люди-то за границей смотрят на эту толпу и над ней смеются 80 тысяч человек пришли сколько дураков-то в России могут так ведь смеяться правда ну и погода-то тоже она смеется скажут что вы стоите смотрите я вам какой холод делаю а вы все стоите и занимаетесь вот этим вот как он некрофилии вот этой некрофилии вот и здесь вот такое смешение религии и религии становится уже основополагающим блоком блоком идеологии вот уже это да и здесь выбирается какая-то одна религия а другие религии тоже уважаются но они как говорится для местных местечковых интересов девятое защита власти власти корпораций ну это защита ясно мы видим сейчас по Усману как и Медведеву как защищает их суд как защищала все эти вот табуретки на его розовые его тапочки защищали Васильеву и как ее сестра Васильева стала там большим человеком в правительстве все это мы знаем защита власти корпораций все это корпоративно родственные родственные связи протекционизм основано все тут мы видим и там тоже там тоже вот Трамп то с чего начал он своего зятька поставил там советником своим на хорошую должность правда в отличие от некоторых он один доллар в месяц получает за свое правление но это ладно не к этому дело так это я мы рассматриваем английскую точку зрения подавление рабочих организаций ну подавление у нас есть подавление вот этих платончиков давит давит профсоюзы у нас есть нету шмаков один а кто такой шмаков это проститутка он уже сидит сколько там он уже зажался закончил человек технический вуз МВТУ им не баумно но с другой стороны Розенберг идеолог фашизма он тоже МВТУ им не баумно закончил а потом в Германии поехал и стал идеологом фашизма то есть все теоретические работы по фашизму написаны Розенбергом может быть и Арман Капф то тоже вот это вот шмаков так дальше презрение к интеллигенции ну кроме своей там корпоративной интеллигенции некоторые есть интеллигенция она более прошла уже через эту как таблетка умственных способностей у них есть там на Лубянке я все пытаюсь рассказать и никак я не дойду до этой парадигмы Лубянской вот с этой вот таблеткой которая дает у нас вот зам Гундяй смотрите он и музыку пишет и там и это все и стихи сочиняет и кругом ездит и все из церковной службы даже по старому он съел уже таблетку или вот этот вот писатель который ездит на войну сейчас забыл фамилия лысый такой вот но потом я про эти писали они все съели таблетку начиная там кто там первый был у них Высоцкий прикормленный этой таблеткой для развития умственных способностей вот вот это интеллигенции прикормленные которые призрение это академия наук ее сейчас же фактически вот так вот все шерстят эту академию и такое призрение в очках человек да его надо убивать или Герман Стерлигов тот миллиардер миллионер предприниматель ученых надо убивать надо пересаживаться на лошадь все чтобы лошадь опять тут кругом гадила и все и будет удобрение и будет все окей будем все в лошадиным дерьме сидеть а ученых всех застрелить и электричество все повключать зачем нам электричество вот это вот оно с презрения к интеллигенции оно прорывается через Стерлигова он-то наслушался там этих разговоров он нам передает в этих роликах на ютюбе дальше двенадцатый одержимость идеи возмездия за преступление то есть нужно обязательно вот всем отомстить хотя с другой стороны вот по религии там оставьте меня с Богу как говорится Бог отомстит есть такие моменты и дальше и последнее воздержи коррупции безудержной коррупции круговая порука и разбазаренные национальных богатств и это поощряется вот борьба только один завальный ведет такое впечатление сложилось только один завальный но то что там вот они поарестовывают домашний арест это свои как говорится это все отпустят потом вот вот эти вот все коррупционные дела которые уже впечатление такое что вот только один и тот сейчас скоро этого завального завалят закроют ибо уже этой зеленкой досталось за борьбу с коррупцией ну а следующий этап уже так это было как говорится зеленый зеленая метка а дальше что как с ним поступит неизвестно вот таким образом мы рассмотрели два две точки зрения признаки и дальше я возвращаюсь к тому с чего начал если перед второй мировой войной образовалась так называемая содружество фашистских государств то есть Германия не могла одна во второй мировой войну втянуться у нее были союзники Японии у нее были союзники Испании как я говорил Португалия Румыния Италия потом Греция там почти все страны были и фашистские режимы и Франции были тоже там Францию когда они практически сдали Ну и единственное что там Англию они не смогли убедить чтобы она перестала с ними воевать Они ее хотели страхом запугать эту Англию бомбардировками но у них это дело не получилось ну и тут 22 июня наступает надо скорее убирать урожай в России в Москве рвануть до холодов мы его отравнем тут Сталин слаб мы сейчас его растопчем все и он нам подавки тем более играет в подавки с нами а уже целые несколько лет он играл с нами в подавки еще нам Сталин это раздербанить не сложно вот такая была ошибка но в принципе они надеялись не только на себя но и на союзнических войска очень же действовали жестоко там западноевропейские страны вплоть до того что и сами украинцы они же когда и Гитлер захватил Гитлер многие украинцы перешли служить фашистам и стали вот почему сейчас поднялся там тоже так они любовь к фашизму то испытывают и это и свастику там распространено и Бендеру своего они уже обухотворили именно потому что вот эти все зачатки все остались фашистской от фашистской вот этой коалиции и вот сейчас вступает в эту коалицию вот Украина охвалил уже Гитлера Лукашенко не раз что он эффективный очень был менеджер Адольф Лаизович то есть приближается уже и мы уже используем эта часть этот опыт экономической почему удивляются у нас все катастрофы там эти все ой да что же у нас делается экономика там и то то у нас завал ведь у нас это то у нас это а все же делается планомерно вот делается вот эта поляризация по вертикали она уже сделана там в тысячи раз между пенсией и пенсии разрыв и зарплаты этих всех олигархов месячной и по горизонтали тоже уже стало а что значит поляризация по горизонтали это рост безработицы рост числа численности на одном и том же уровне люди вот есть которые имеют работу которые не имеют работу и которые в тюрьме сидят и которые не имеют работу ходят по помойкам и которые в тюрьме сидят это по горизонтали поляризации вот два нищих один в тюрьме сидит а второй по помойке лазит это я называю горизонтальной поляризацией кроме вертикальной появляется вот такие дела то есть это все планомерно делается и плюс основа это конечно идеологии потому что у Гитлера была идеология уже нам надо тоже всем объединиться против кого против я думаю что против ислама это на первом этапе на втором этапе против Китая вот и вот тут вот лавируй как хочешь пока мы склоняемся к проторенному как говорится Адолфу Лоизовичем путем о чем свидетельствуют тут и английский исследователь и принц Чарльз который уже этот вопрос раскусил и ходит теперь в православную вот церковь тоже объединяется с нами но в то же время критикует нас за фашизм хотя у него вот сыночек этот бастард носит фашистскую форму любит носить фашистскую форму вот так вот я разобрался Боже я конечно это не прав но я как студент старался с нуля вот это все постичь и понять смысл вот этого идейный вопрос идейный к чему вот это у нас и сейчас интересный момент в том что староверы присоединятся вот к этому Гундяеву Гундяев присоединился к папе это ясно папа уже приезжал в Украину это два второе третье значит если старобряться присоединятся к Гундяеву и будет вот этот общий и плюс англикане еще сюда подтягиваются я чувствую уже англикане уже через Чарльза прощупывают почву и получается общая такая идеология такой христианский союз то есть как вот называют крестоносцы ну мусульмане это уже давно поняли они говорят что крестоносцы на нас напали мы дадим жару ИГИЛ говорит вот такое противостояние это видно будет вот начало вот это как папа римский говорит это уже начало это пока разминка идет а дальше после Сирии не стану там ну Европа она уже созревает к этому плану там уже почти Сталин там стал во Франции уже не за горами это время за шаломением ЕСИ как говорится желаю вам всего доброго и если я в чем-то не прав поправьте меня тут в комментариях вот